Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я сейчас задам вам один вопрос, только вы не обижайтесь. Вам приходилось видеть летающие тарелки? Нет? А гуманоиды, встречаться с инопланетянами? Тоже нет. Вот я тоже удивляюсь, только об этом пишут, разговаривают. Кого не спросишь, никто ни разу не был свидетелем прилета тарелки или встречи с гуманоидом. Я вот слышал, что в Иркутске есть такое, ну конечно не государственное, это частная академия, но она типа межгалактических связей, цивилизации и так далее. Там совершенно всерьез студентов обучают типам летающих тарелок, развлечению гуманоидов. Там четырех типов они бывают у них, разного роста, разного цвета и так далее. В той академии или университете, или те, кто встречались все-таки с гуманоидами, все они утверждают, что они действительно бывают там от полутора метров до четырех что ли метров, зеленых, коричневых, разных там тонов. И вот у них там такие тонкие пальчики, то ли трех, то ли четырех пальчиков. Они кнопочки нажимают и все, собственно. Но если он был четырехметровый товарищ, то он значит прилетел с планеты с малой силой тяжести, у него сердце не смогло бы гнать кровь просто к голове, если у них есть кровь и голова, конечно. Но тут другое самое главное. В занятиях по эргономике с студентами обсуждаем, говорит, посмотрите, вот наша ладонь, пять пальцев, да, и отстоящий большой палец. Вот четыре пальца. Ну, кстати, пять пальцев у кошки, у собаки, они уж такие, ну, недоразвитые, но у нас вот такие развитые пальцы. И вот именно отстоящий большой палец. Вот представьте, если бы его не было. Вот как этим четырьмя пальцами взять иголку? Как взять топор? Как взять отвертку? Вопрос, как эти гуманоиды собирали свои летающие тарелки без большого пальца? А вот когда он есть, отстоящий, я и иголку могу взять, да, и отвертку, и самый грубый инструмент, и все будет получаться и работать. Значит, что-то такое природа в это дело заложила. И вот без этого, этой мутации когда-то может случиться, если не получилось бы разумная жизнь и используя инструментов. Так что не все так просто с гуманоидами. Вот лично я сейчас так, в такой ситуации по отношению к школе нахожусь. Как бы внук еще маленький, сын давно уже закончил вуз. Ну, ждем, что будет дальше, когда мой внук пойдет в школу. Вот, но, насколько я знаю, все-таки общаюсь с педагогами, с коллективом школ, что сейчас и до сих пор, вот, будущее абитуриентов, ЕГЭ, пусть там, сеть подготовки, натаскивания, пугает еще одним таким, ну, страшным событием. Вот поступишь в университет, вот там тебе дадут, вот там тебе покажут, а тебе не в школе, это не ерундой заниматься, это университет. Ну, и приходит этот поступивший первокурсник в университет, читает расписание, ух ты, три выходных дня. Выходной день один, в воскресенье остальные библиотечные дни, не самостоятельной работы. Или вот там тебя покажут, на чем покажут. Уроки стали длинные, по полтора часа. Родители не вызывают, дневник не ведут. И вот здесь не знаю, то ли учителей надо все-таки настраивать на это, все-таки обращаюсь к вам, вот настраивайте на это. Или вот надо деканаты, что ли, наши, как-то их выпороть, что ли. Ну, есть же первое собрание первокурсников, там, 1-2 сентября. Тоже их пугают, учиться надо хорошо, ходить на все лекции и прочее. Не говорят главного. Разницу в системах обучения. Это самое ключевое. В школе называется классно-урочная система обучения, класс-урок. То есть в идеале все должно делаться в классе. Усвоение материала, закрепление, повторение, проверка качества усвоения. В идеале не должно быть домашних заданий. Можно просто пребывание в школе сделать более длительным, там, уроки, потом спортивные стязания, там, плавание в бассейне, потом закрепление материала. И, собственно, дома уроки делать не надо. Иди свободен, да? А в ВУЗе человек сразу вплетается в лекционно-практическую систему обучения. Когда существует высшее образование, оно всегда будет такой лекционно-практической. Лекции могут быть по интернету, лекции вдвоем, там, всякие, с любыми, там, интересными причиндалами. Но главный условие – студент учится сам. Лекция – такой маленький пунктир, тебя направляет, куда идти, что читать, что искать в интернете, какие делать работы. Вот это самое главное. То есть студент учится сам. Окончание урока в школе – это свобода. Окончание лекции в ВУЗе – это бегом в библиотеку или в интернет и продолжать учиться. Продолжать читать и усваивать то, что тебе создали на лекции, а потом спросить преподавателя то, что ты не понял, на консультации. Вот это главная суть обучения в ВУЗе. Вот это почему-то не учат ни школьников, ни первокурсников. Отсюда многие совершенно ненужные, неоправданные трагедии. Когда человек приступает к какой-то деятельности, ну, неважно что, скажем, рабочий пришел к своему станку на завод, да, или встал к конвейеру, или студент пришел на первую пару, там, несколько пар лекций у него будет, занятий, да, предмогатель просто пришел тоже, прочитает свою первую лекцию в этот день. Наступает такой период, называется период вырабатываемости. То есть первый час вот нашей деятельности, или человек не может сразу, мгновенно перейти в какую-то высокую работоспособность. Ну, народ это называет раскачка, да. То есть в течение часа идет такая медленная настройка привыкания организма, включение наших психологических, физиологических систем. Вот когда час прошел, вот тогда уже начинает такая устойчивая работоспособность, а в конце рабочего дня она снижается. Кстати, конвейеры заводские обычно работают так, что первый час на малой скорости, потом основная скорость, и последний час смены скорость снова снижается. Люди уже устали, эффективность не та. Ну, как бы в сумме получается вполне такая хорошая производительность труда, все, что хотелось от этого получить. Так вот, этот час, значит, надо использовать, как бы, раз организм не приспособлен, на то, что, ну, как бы, вводит человека в состояние такого трудового напряжения. Потихоньку. Вот как конвейер работает медленно в первый час, также, скажем, в ВУЗе хорошо бы, чтобы первые лекции начинались, обычно так считается, да. Ну, раз первая пара на свежую голову, надо какой-то матан, термех, там всякие такие сложные трудные предметы. Какая свежая голова у студента 8.00? Ну, только что с транспорта, он еще не проснулся, его еще надо втянуть. Вот первую пару лучше поставить какие-нибудь семинары, там, по социологии, истории, что-то более такое гуманитарное, нетрудное, что ли, ну, где вот разогреваются мозги. Вторая пара, она уже может быть, да, термех, сапрамат, матан и так далее. Надо дать человеку разогреться. Еще в детстве я читал, не знаю, что это за специалист написал, говорит, когда начинаете делать уроки, приступайте к самому трудному предмету, который вам плохо дается, там, вот на чего, там, алгебра, допустим. Ну, представьте себе, человеку плохо дается алгебра, он за него сразу берется, он порвет учебник и бросится в окно. Ни в коем случае. Вот приступайте к урокам, домашним заданиям. Сначала надо поперекладывать учебники на столе, поточить карандаши, посмотреть в окно, настроиться, потом закрасить контурную карту, потом может составить какую-то таблицу, делать какую-то механическую, техническую работу. И вот когда мозги разогрелись, вот тогда может приступать к алгебре. И такой активный мозг, он действительно проще справится с примерами, задачами, упражнениями. Ну и в конце может тоже для удовольствия почитать историю, которую вы очень любите, выучить параграф. Вот тогда и будет эффективно. Период вырабатываемости и выхода из трудовой деятельности, их обязательно надо соблюдать. Я думаю, у вас все это получится. Вот если задуматься, уважаемые коллеги, в наших городских квартирах балконы, еще дачи наши загородные, кроме того, что мы там живем, отдыхаем, выращиваем цветы, фрукты, овощи, несет еще одну интересную функцию. Это хранилище разных старых вещей, или вернее объектов бытовой техники. Стиральных машин, там, телевизоров старых, радиоприемников и так далее. Ну, как сказать, вот морально устарел, вышел из моды, размер не тот, там, цвета не такие на телевизоре, купили новый, там, плазменный какой-нибудь. Но он же еще работает, жалко выбрасывать. Ну, на даче поработает, да. Даже сломанное-то жалко выбрасывать. Стиральная машина бабушкина, но она же работает, двигатель в нее крутит, ну, конечно же, он не индезит. Ну, на даче вот там стоит до лучших времен, когда правну какую-нибудь выкинет все это к чертовой матери. Можно, наверное, сейчас отзолотиться, наверное, повесить объявление на всех подъездах, да. Скупаюсь, там, по 150 рублей, стиральные машины, телевизоры и прочее. Ну, выбросить жалко, а продать 150 рублей можно, да. А там же двигатель, там, цветные металлы, медь, ну, корпуса остальные и прочее. Все это гораздо дороже стоит, потом можно все это переработать или сдать металлом. Вот. Это я к тому, чего говорю, что вот все знают такой автомобиль Volkswagen Juke. Фердинанд Порше, гениальный конструктор, он еще и танки Гитлера проектировал. Его, кстати, Сталин приглашал к нам в Россию, в Советский Союз, стать главным конструктором танков. Но Порше отказался. Вот. Он, кроме танков, создал знаменитый Volkswagen Juke. Это была идея, кстати, Гитлера, его предварительная программа. Я подожжу каждого немца на автомобиль. Она реализовалась только после войны уже. Но это была очень гениальная машина. Ну, такая эксклюзационно хорошая, прочная, мощная. Но рассчитывалось, что она будет служить деду, отцу и внуку в трех поколениях. И такое балосток, как сейчас. Два года покатался, машина вся должна быть новой. Зажралось человечество. И что хорошее, что индезит прослужит долго. Он же вышел из моды, появится гультерциковая стирка, появится одноразовая одежда, которую стирать-то не надо будет. А он стоит, эта тумба, и служит долго. Что-то с этим надо делать все-таки. Либо такие вещи, которые служат действительным поколениям. Либо очень дешевые, простые, быстро выбрасываем, перерабатываем вещи. А сейчас как-то человечество, ну, еще раз говорю, зажралось. Надо задумываться об этом. Ресурсы планеты не бесконечны. Еще еще айфоны, айпады. Они же, наверное, лежат на складе. Шестой, восьмой, двадцать пятый и так далее. Завтра кто-то щелкнет пальцами и всех убедят, что надо купить новую модель. Айфона, айпада, планшета. С ума посходили. Надо приходить в себя. Недавно прочитал статью одного архитектора. Он из Нижнего Новгорода. Но он интересный, какой анализ сопоставил по Волге, по волжским городам. Там считает, ну, и Ростов, связан с каналом. И вот он проанализировал архитектуру, нынешнее состояние этих городов, и городское хозяйство и так далее. Очень ругает свой собственный город Нижний Новгород. Ну, кстати, есть за что. Очень некрасивая архитектура там. Даже вот какой-то нет генплана и прочие вещи. И очень хвалил Казань. Насколько здесь гармонично, красиво, интересно. И вот он сказал, вот действительно столица по Волжье. Ну, здесь он не совсем прав. Мы, вообще-то говоря, третья столица России называемся. Ну, конечно, древняя столица Москва, вторая столица Санкт-Петербург. А Казань не просто это мы так захотели. Это запатентовано в Роспатенте третья столица России. По-английски еще какой-то слоган. Кстати, Нижний Новгород с нами даже судился на тему того, что это мы третья столица. Ну, суд им предложил назвать себя там столицей по Волжье или торговой столицей России, но не третьей столицей. Так что мы вовремя подсуетились. И Казань – это третья столица России. К тому же она заслуживает этого звания. Вот по поводу взаимодействия людей в обществе вспомнилась одна такая старинная притча. Ну, в какие-то древние времена, ну, какие-то пленники, вот их в комнату посадили. Они были прикованы к стене, и каждый день им носили котел с пищей, ставили посередине комнаты, поскольку было далеко. Им давали ложки с очень длинными ручками. И вот они пытались, значит, зачерпнуть оттуда пищу, а ручка-то длинная, ее никак. Если перебирать руками, все разливается, ручка мешала им есть. И вот в одной комнате эти пленники, пытаясь, весь котел опустошили, все разлились, остались голодными, были очень несчастны. А когда стражники вшли в другую комнату, где такие же пленники сидели, тоже прикованные к стене, у них такой же был котел, такие же длинные ручки, они зашли и увидели, что эти пленники все сытые, довольные и почти что счастливые, если бы еще не были прикованы. Почему? Они научились, они зачерпывали пищу и кормили друг друга. И тогда у них все стало получаться. Вот надо кормить друг другом физически, духовно, дружить. Мы общество, мы общественные животные, и вне общества человек просто не может жить. Думаю, у нас это будет получаться. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова